Княжечка Пётр Княжечка Пётр Не хотелось ему идти под венец с простолюдинкой И болезнь снова вернулась к ней Как гласят документы, тогда юноша отправился в лес Отыскал там свою целительницу и позвал замуж Вскоре Феврония сумела внушить ему уважение и любовь Ставшие для всех примером на века Она не раз вручала князя мудрыми советами И он уже не мог жить без них Пётр и Феврония умерли в один день В 1228 году Они не хотели разлучаться и после смерти Но слуги положили их в разные гробы Если верить церковным записям Дважды тела княжеской четы чудесным образом исчезали Из раздельных усыпальниц И оказывались в одном саркофаге Кем же на самом деле была Феврония? И есть ли объяснение всем этим чудесам? Учёные предполагают, что дочь Бортника Имела отношение к обавницам Представительницам древнего и таинственного племени В Японии были гейши На арабском востоке Адалиски В древней Греции Гетера Вся их жизнь посвящалась мужчине Но они отдавали возлюбленным лишь тело и немного внимания Цель всех этих женщин была Хитроумными способами привязать к себе господина И получить от него всё Поэтому история хранит так много печальных сюжетов с их участием А ведь мало кто знает, что на Руси были девы-обавницы От слова «бавить», «любить», «заботиться», «ухаживать» Они владели настоящим искусством любви Но не только физической И порой эти девушки обладали невероятными, сверхъестественными способностями Прежде всего обладали невероятными, сверхъестественными способностями Добавницы могла заполучить любого мужчину Будучи простого происхождения Они тем не менее становились царицами Упоминания об этом историки недавно нашли в хрониках первых киевских князей И новое открытие породило ещё ряд загадок Оказалось, Святослав Киевский Сын Игоря и Ольги полюбил ключницу матери Некую Малушу Сестру-богатыря Добрыни Никитича От этого союза родился Владимир Будущий князь и креститель Руси Но вот что странно Малуша жила при дворе, пока Святослав был в походах После его возвращения и рождения сына Она была сослана княгиней Ольгой на Псковщину А ребёнок воспитывался в Киеве вместе с другими детьми Святослава И именно Владимира, сына простолюдинки Выбрали среди других княжичей, как наследника престола Почему княгиня Ольга так сделала? Понимала, какими способностями будет обладать сын обавницы Увидела в Малуши угрозу Боялась и не желала делить с нею власть Знала, на что способны такие женщины Но есть ли подтверждение, что у Малуши была обавницей? Историки считают, что это доказывает её родство с богатырём Добрыни Во времена князя Святослава были известны богатырши-поленицы Девы-воительницы, русские амазонки, дочери и сёстры богатырей А поленицы были как раз боевым направлением знания обавниц У историков создаётся впечатление, что девушек обавниц Тщательно отбирали и готовили в хорошо спрятанных жреческих школах Не случайно все царевичи в преданиях находят волшебных дев в лесу Так в чём же заключалось тайное оружие девушек обавниц? Можем ли мы сегодня воспользоваться им? Прежде всего они знали, как применить силу природы для красоты И как правильно обращаться с мужчиной Главное, что дошло до наших дней Секреты красоты этих суперневест Каноны привлекательности в те времена зиждились на показателях здоровья девушки И сегодня наука это подтвердила Чем толще коса у барышни, тем больше в её организме кальция Значит, она родит крепкого малыша Из почти забытых, но очень действенных средств для роста волос Конопляное и льняное масло Его добавляли в пищу и втирали в волосы Жемчужного блеска зубов добивались с помощью обыкновенной золы В наши дни для тех же целей вполне эффективен активированный уголь Отбелить лицо помогал отвар петрушки и маски из простокваши С помощью кислого молока девушки выводили веснушки Сливками спасались от солнечных ожогов Эффективность таких процедур подтвердили и современные научные исследования Впрочем, русские красавицы знали, что здоровая кожа – это показатель правильного пищеварения В мемуарах историки нашли любопытный рецепт, который сохранился до 18 века Императрица Елизавета Петровна любила шумные пиры и застолья В её правлении при дворе пили много и ели без меры А после непременно страдали головой и желудком А сама правительница на утро продолжала веселиться Она использовала старинный русский рецепт, который ей поведала одна из передворных дам Это эликсир молодости и здоровья на основе крупиного молочка Вот как его готовят Поровну мешали зёрна пшеницы, ячменя и овса Тщательно перемалывали, заливали кипятком, настаивали и пили тёплым Эта своеобразная сырая каша отлично очищала желудок и кишечник Даже в немолодые годы императрица могла похвастаться здоровым румянцем и отменным аппетитом И ещё одна любопытная история недавно была найдена в летописях киевских князей Остановившись в городишке на берегу Москвы-реки, который впоследствии станет белокаменной столицей Юрий Долгорукий приметил молодую девицу Он был сражённой красотой Лицо крестьянки было белое и гладкое, как у бояры Неожиданно он увидел на руке девушки огромные царапины Князь спросил, откуда они, но девица засмеялась и убежала На следующий день она принесла князю туесок, полный ягод Это была малина Девушка сказала, что в этих дарах леса и есть секрет её красоты Просто, чтобы ягоды добыть, приходится пробираться сквозь колючие заросли Она угощала князя ягодами, а он всё больше и больше влюблялся в девицу Есть ли сомнения, что то была обавница? На Руси малина считалась волшебной ягодой Её использовали в обрядах для обогащения и семейного счастья Девицы на Руси носили довольно обтягивающий сарафан Чтобы будущий жених мог оценить гибкость стана Девушки обавницы знали, сколь важна для женского организма гимнастика Но упражнения у них, конечно же, не было времени Однако они нашли кое-что даже более полезное Плавное Вспомните, сколько сюжетов построено вокруг того, как волшебная дева купается в озере или реке Но и это ещё не всё Дело в том, что не обязательно девушка-обавница обладала внешней привлекательностью Её сила была во внутренней красоте и гармонии Кроме того, любая из них владела способностями, которые сегодня называются экстрасенсорными Учёные задумались над примерами, описанными в сказаниях и былинах Так Василиса Премудрая понимает язык животных Сегодня мы бы назвали это интуицией Она повелевает пчёлами и муравьями, что это, если не гипноз Более того, само её имя намекает на это Девушки-обавницы имели власть и над людьми Но никогда не злоупотребляли ею Управляя мужчинами лишь мудрым словом и мягким убеждением Обавницы оборачивались животными и птицами Исследователи предполагают, что речь идёт не о физическом превращении, а о психологическом То есть личность приобретала сильные черты того или иного существа Но подчас в текстах ясно сказано Царевна-лебедь, она же орлица и голубка, вполне могла летать Феномен левитации описан у всех древних народов Это всё объяснимо с позиции современной науки Жрицы древнего культа не всю жизнь проживали в лесу Нередко они возвращались в родные деревни и там искали себе суженного Обавницы точно знали, как найти своего мужчину Не случайно важнейшие любовные обряды проводились в празднике, особенно в дни Купалы и Каляды Это периоды, связанные с особыми энергетическими ритмами планеты Дни Каляды – зимнее солнцестояние Период самых долгих и холодных ночей в году Наши предки считали, что 21 декабря наступает Карачун Это злое божество смерти и морозов, также называемое Чернобогом Но согласно мифам, бог Каляда побеждает Карачуна Чернобога А чтобы это непременно произошло, надо приветить Каляду кострами до небес Веселым застольем, песнями и плясками Именно в эти ночи гадали на супружество, урожай и прибавление в семействе А днем призывали солнце возродиться и повернуть на лето Дневной свет и тепло жизни начинали умножаться в жизни Главным славянским праздником был день Ивана Купавы Летнее солнцестояние – 22 июня Наши предки верили, что в дни самых долгих и светлых дней Солнце дарит больше всего жизни В это время соединение мужчины и женщины станет божественным Несватанные девушки и парни в этот день искали себе будущую пару Но не так, как считается ныне, перебирая всех подряд Мало кто сегодня знает, как на самом деле славили Купалу Девушки-обавницы проводили специальный магический обряд Позднее он получил широкое применение Представляя образ суженного, мастерили деревянный плотик Куда клали собственноручно вышитый платок и приготовленные яства И пускали по реке А парни караулили эти плотики внизу по течению А супружеские пары проводили обряд призыва дитя Этот ритуал был обязательным для рождения первенца Причем готовиться к нему начинали за полгода За полтора месяца соблюдался пост телесный и душевный Самым важным элементом обряда для молодых супружеских пар Являлось любование друг другом, как богом и богиней Совершалось взаимное омовение Затем супруги исполняли друг для друга священный танец единения стихий Муж танцевал с двумя огненными чашами в руках А жена с двумя чашами воды Затем они одаряли друг друга Женщина рубахой с вышитыми знаками силы и отцовства А супруг дарил ей особый головной убор Символизирующий мотивинство Наши предки умели использовать силы природы Чтобы родить потомство, живущее в гармонии со всей вселенной Девушки-обавницы хранили и помнили значение обрядов Они знали, как использовать силы Земли и космоса Но этих дев никогда не было много Заполучить такую женщину считалось невероятной удачей Любой князь, если знал, где искать Стремился найти себе такую жену, даже если она была низкого происхождения Ведь смысл любой русской сказки и заключается в том Чтобы царевич женился на волшебной деве Знающей и умеющей то, что никому не под сил Однако все должно было быть по любви и обоюдному согласию Каждый русский воин знал, что не прогадает Взяв в жены обавницу Ведь она станет настоящей берегиней, хранительницей его дома и рода Развеет его тоску, победит врагов и болезней Вырастет сыновей и дочерей Что же делали жены обавницы для своих мужчин? Мало кто знает, что любовные традиции славян и повседневная магия Были частью одного большого знания Оно называлось любомудрием Латка делалась не только хворому, но и утомившемуся человеку Когда любящие супруги встречались дома в конце трудного дня Они начинали с того, чтобы снять усталость друг к другу Для этого служила латка головы Гладили волосы, массировали виски и затылок Эффект от этих простых и ласковых движений был поистине волшебным У каждой латки был свой секрет Но суть заключалась в целительном энергообмене Любжа понимается как славянский массаж, секреты которого считались утерянными Но оказалось, что эта наука сохранилась в деревнях Однако любжа не просто массаж А умение мужчины и женщины обращаться с телами друг друга Когда супруги оставались наедине Они могли начать со взаимного массажа ладоней или ступней Действительно, как гласят все древнейшие учения об устройстве человека Там сосредоточены особые точки выхода энергии Эти точки необходимо размять Снять с них избыток энергии Или восполнить недостаток Удивительно, но наши предки умели передать ласку, тепло и заботу Не только через прикосновения Они пели друг другу песни Не просто пели, а тихонько гудели В пальчики рук и ног, в голову и живот Говорят, женщина заводилась от этой неги и ласки Современные эзотерики считают, что так Через песню достигается резонанс с душою влюбленного мужчины Не все владели наукой любжи И далеко не у каждой пары была возможность вечером побыть наедине Жили большими семьями, родами Часто в одном доме Сеновал спасал лишь летом Что оставалось долгими зимними ночами? А бабницы, а в замужестве уже Берегини Хорошо знали, как защитить любимого, даже находясь далеко от него Витязем, уходившим на войну Или в далекие края за лучшей долей Вручались специальные обереги Предметы, изготовленные с помощью заговоров Такая вещь хранила частичку души Берегини Окружала мужа заботой и любовью Осколки этих традиций и сегодня живы в народной памяти Те, чья работа связана с риском Профессиональные спортсмены, спасатели, военные Не выходят из дома без талисмана, данного женой или матерью Надолго провожая суженого, Берегиня вручала ему свой гребень На Руси верили, что гребень, подаренный возлюбленной Может лучше любого оружия в опасном бою защитить от удара противника А на чужбине от дурного глаза Но как действовал этот оберег с позиции современных знаний? Именно гребень стал одним из самых распространенных узоров для обережной одежды Славянские женщины украшали им пояса, рубашки и очелье Которые повязывали на голову Был у наших предков и еще один защитный оберег В маленький мешочек насыпали они горсть родной земли Тем самым на помощь призывали саму великую богиню, мать сыру землю Нередко этот мешочек мужчине дарили вместе с куколкой Которую он хранил дома и обязательно брал с собой в дальний путь Берегиня знали, как защитить и свой дом в отсутствии хозяина Вплоть до середины прошлого века В поволжских деревнях, в избах, в красный угол ставили небольшую куклу Она считалась вместилищем души пращуров по материнской линии И служила мощнейшим оберегом Берегини делали и семь особых оберегов для себя Их еще называют куколками женской судьбы Еще ряд магических кукол делался специально для маленького ребенка Перед его рождением в колыбельку клали куклу Кувадочку Считалось, что она согревала постельку И потом защищала от дурного глаза родственников Если ребенок чего-то пугался, кто-то его там обижал Он хватался ручками за эту куколку, вспоминал маму Ему уже не так страшно было Эти обережные куклы считались столь сильными, что им никогда не рисовали лицо Согласно поверьям, кукла, имеющая лицо, могла захватить чужую душу Сегодня все эти магические практики лежат за гранью науки Психологи еще могут объяснить роль ряда оберегов Но как быть со сказочными куколками, которые могли разговаривать Эзотерики предполагают, что берегиням были подвластны духи природы Именно их и просили вселиться в куколку Берегини применяли и более прикладные методы защиты дома На Руси больше почитали черную или четверговую соль Она была в каждом доме Рецепты приготовления черной соли были забыты на столетия Они сохранились лишь в отдельных деревнях Наука приблизилась к разгадке этого обряда Дело в том, что соль это кристаллический минерал Известно, что кристаллы могут запоминать и хранить невероятное количество информации Не исключено, что и на энергетическом уровне Вполне возможно, что заряженная хозяйкой берегиней соль Создавала особое поле, влияющее на людей с дурными намерениями В Костромской губернии сохранился народный рецепт волшебного каравая Хозяйка брала крупную каменную соль и добавляла в ржаное тесто Клала туда же 3-4 пригоршни сухой мяты, укропа или душицы и ставила в печь Пекущийся карава источал необыкновенный божественный аромат Вынимать хлеб следовало, когда он полностью потемнеет Этот хлеб считался целебным Особенно часто его готовили в конце зимы Когда все запасы продуктов были на исходе Ржаной каравай с черной солью дарил защиту от всяческих болезней Восстанавливал силы и поднимал настроение Но самым главным умением любой берегини было знание, как и когда применять лекарственные травы и растения Одни помогали исцелить больных Другим приписывались чисто магические свойства Поистине волшебным растением считалась одолень трава Так называется белая кувшинка в старинном рукописном травнике Наши предки верили, что она побеждает нечистую силу Помогала кувшинка путешественникам не заплутать в долгом пути Также наука об авниц Берегинь приписывала мистические свойства дербеннику и валисту Более известному в народе как плакун трава Растение действительно выделяет капли, которые стекают по листьям вниз и со стороны выглядят как слезы Почему же дербенник плачет? Но в старину люди объясняли слезы плакун травы по-своему Когда Богородица оплакивала распятие Иисуса Ее слезы падали на землю и превратились в дербенник Эта трава использовалась в заговорах на нечистую силу Заставляя дербенник плакать, Берегини обретали власть над миром духов Уничтожали чары недругов и лечили болезни Прочитав специальные заклинания, плакун траву вывешивали над дверью жилища или клали под порог Также в магических ритуалах использовали корень растения Его выкапывали непременно руками Потом вокруг корня обводили обручальным кольцом Вешали дома как оберег Откуда взялись все эти магические обряды? Где истоки таинственного племени женщина-бафница? Какие боги и богини им покровительствовали? И что стоит за всем этим? Исследователи склонны считать, что Берегини поклонялись Макоши Это женская богиня предвещений судьбы Однако у Макоши был еще и тайный ведовской культ Изменить судьбу, помочь найти суженного, приворожить своего избранника В таких вопросах могла помочь только богиня судьбы Ритуалы поклонения Макоши проводились на полнолуние Когда женская энергия максимально активизирована Мужчинам запрещалось не только присутствовать на этих колдовских обрядах Но даже наблюдать за ними издалека Ведьма Благодаря церковной пропаганде считалось, что это нечто злое Но буквально это слово означает Ведающая мать Главная женщина рода Мать взрослых детей На Руси ведьмами называли вовсе не служительниц темных сил А тех, кто ведал Как излечивать болезни Как помочь девушке найти суженного А замужней женщине сохранить семейное счастье Из поколения в поколение От матери к дочери передавали ведуньи свои секреты А когда на Русь пришла догма православной церкви Древние знания и их хранительницы были оболганы И преданы анафиге Но народ все равно знал, где живут ведьмы И часто обращался к их помощи В конце жизни Берегиня становилась ведьмой Ведающей матерью Самой мудрой женщиной рода Они жили долго, очень долго Порой переживая мужей и даже детей Когда ведьма, вырастив потомков, завершала свою задачу хранительницы семьи Она вновь удалялась в лесную обитель Воспитывать новых обавниц Девочек забирали в лес Где они годами учились понимать язык зверей и птиц Забирать травы, лечить людей Ведь если бы они работали в поле У них не оставалось бы времени Знания всегда передавались в пределах одного рода Тем, у кого ярче проявлялись способности Настоящей славянской женщины Дочери великой богини Дочери великой богини